Всем привет! Вы на канале Рейси Скутерс. Сейчас мы находимся в городе Калининград, бывший Кёнингсберг. Здесь мы находимся не просто так. Есть несколько рядов причин, почему мы сюда приехали. Во-первых, 2 мая мы будем проводить Contest Re-Jam, где самым главным призом будет ViewCa Race Light. Приходите, участвуйте. Ну, кстати, как вы уже придете, если видео мы выложили. Это первое. Второе мы приехали, потому что мы будем сотрудничать с одним очень крутым калининградским магазином, с каким вы узнаете буквально чуть попозже. И сейчас мы направляемся на Куршскую косу. Чтобы снять обзор на вилку Рейси Скутерс. Такой краткий обзор. Мы хотим искать, какие у нее характеристики, что в ней крутого, какая в ней особенность. И потом мы снять более крутое видео техническое. Оно будет не даже не как обзор, а больше для понимания, что такое топологическая оптимизация и почему мы ее используем. Поэтому сейчас давайте посмотрим, какие есть крутые виды. И переместимся на Куршскую косу. Погнали! Сто процентов легко снаппить с киклиса флэт. Хе-хе, снапп с паника. Гоя с батью вам еще легче сделаю за сотку. Она умеет искрить, как Пегги. Смайлик, который смеется. Ха-ха-ха. Крутая ложка, я бы взял. Но денег даже на грипсы нет. Матрёшки, она залоза. Плюс 5, не затрекает этот прибор, тем более, что это ноунейм. А с этой вилкой, блин, вообще-то долобали. Ёкарный бабай, чтобы эта компания ободкротилась, блин. Чтобы некорошенная реклама у других пабликов не было, плевал. Я с высокой колокольной на это не очень продукт. Ладно, легче, серки на целых 3 грамма. Дизайн такой, что глаза выколоть хочется. А этот глупый, блин, СКС, в который вставлены болты из митизов. Это вообще поразило. В общем, обращайся, обращайся к Владиславаха, что в данной шарашкиной конторе есть что-то подобное. Запомни, всем начать на твой недобренд и его деятельность на уровень трасса или кометы. Войду, ты, я сказал! Крупов не будет! Не провели, да! Иди, делай обзор. А? Обзор на вилку. Кого? Обзор на вилку. Что? На вилку! На какую? Рейси. Так она штоунейм! Всем привет еще раз. И это видеообзор на вилку Рейси Скутерс. На новую вилку Рейси Скутерс версии Line. Погнали, поговорим. Давайте пробежимся по техническим характеристикам. Значит, вилка сделана из алюминия V95, D1. Он же 775, D1. Это, как мы помним, самый прочный алюминиевый сплав, в который входят такие металлы, как цинк, магний и титан, для того, чтобы сделать более вязкий материал и для того, чтобы увеличить предел прочности самого изделия. Почему мы используем данный материал? Все практически наши детали, особенно вилки, делаются из этого материала. Алюминий V95, D1 мы используем для того, чтобы нашего покупателя обеспечить долгий запас прочности и долгий запас эксплуатации данной вилки, да и в целом детали. Поэтому V95, D1 это тот вариант, который обеспечит самую жесткую прочность в целом из всех алюминиевых сплавов. Круче, чем 70-75, D1, V95, D1 ты не найдешь. Про материал мы поговорили, поняли, что это очень прочная вилка, сделанная из самого простого алюминиевого сплава. Поговорим в целом, что мы изменили в новой версии. Во-первых, мы изменили стандарт для вмечаемых колес под нашу вилку. Теперь сюда можно установить максимум 110 колеса в диаметре и 24 мм, ну и, например, как было на старой вилке, по ширине ступицы колеса. Линейный размер штока вилки от торта на посадочное место подшипника составляет 140 мм. Такой размер мы используем для того, чтобы обеспечить минимальную нагрузку на остаток штока после промподшипника. Что касательно перьев вилки, мы сделали перья радиальные, что с этой стороны, что с этой, для того, чтобы обеспечить более жесткую конструкцию вилки. То есть при приземлениях она еще более жесткая. На торце вилки мы сделали отверстия, цифровали отверстия для того, чтобы облегчить вилку. Напоминаю, вес этой вилки ровно 160 грамм и она является самой легкой в мире. Что касаемо офсета этой вилки, офсет здесь равен 12 градусов. Технология окрашивания осталась та же. Мы используем анодирование для окрашивания деталей, потому что это более прочное покрытие. И на порошок мы пока что не собираемся переходить, но некоторые детали придется покрывать порошком. Например, стальные рули или какие-то еще другие детали, которые сделаны не из алюминия или титана. Вот такой вот краткий обзор получился данной детали. Пиши в комментариях, как тебе новая версия вилки Lite. Более подробный обзор, я думаю, мы сделаем именно про топологическую оптимизацию. Не только про версию Lite, но еще и про версию V1. И в целом расскажем, почему детали нуждаются в топологической оптимизации и почему этому стоит доверять. Ну что ж, мы приехали в магазин Сквер, который находится в торговом центре Балтийский Престиж. И сейчас мы пойдем к дяде Саше вымаливать детали для сапоката, для нуждающихся, потому что я забыл его дома, иначе. Все, пойдем. Девушки, я все за пустой руку. Можешь лист, наверное. Дядя Сав, привет. Привет. Мы уже снимаем. Насавцы. Нам уже с амокатами затрачены. Опа, что-то космическое. Ну вот, мы уже и находимся в магазине Сквер, который находится в Калининграде. И спасибо всем, кто постарался ради меня и собрал самокат из двух деталей, если бы у кого-то удобно лежало. Начнем мы с установки грипсов. Я думаю, что залетят они как надо. Просто подышим немножко внутрь. Надеюсь, моя сына не разъест эти грипсы. Я их еще вот так вот санавливаю. Просто ударами, шлепками. Все, пошлепали грипсу. Она как бы посушивает, и она действительно тело нормально. Грипсы мягкие такие. Единственное, только гнут немножко рулес. Но это для стали, в принципе, характерно. Она гнется достаточно так. Ну, достаточно быстро. Не вся термообработанная плохо гнется, а вот сырая гнется. Так, ну все. Эта процедура установки грипса у нас заняла буквально 20 секунд, потому что я профессионал в борьбе самоката. А ничего, что ты исчезаешь из кадра на какое-то время? Ты это обрежешь? Собираем дальше СМК. На самом деле, вот если бы я собирал СМК для нуждающихся, я бы нашел бы денег и взял бы самую крутую вилку, круче быть и не может в целом. Рейси Скутерс. Вот сандармливаем колбу, да, вот они получаются. А нет, все они любят сандармливают. Я ни разу не собирал HIC систему. Я всегда катаюсь на СКС, Standard Compression System называется. Это придумали, это вроде слип прото. Они первые, кто придумали систему. Вот, ничего, они придумали систему FDI и DSI. На самом деле, о пульфане на Audi Group так называются моторы. Может, совпадение, но не так. HIC система, она же должна быть легкая. Ну, типа, СКС он тяжелый, HIC, она легкая система. Я, в принципе, тоже хочу сейчас приводить к их системе, но пока что мы до этого еще не дошли, но скоро, думаю, дойдем. Так, я в душе не чаю, что это за доска? Что это вообще? Что там? Вилка тоже какая-то, не дайска. Рулевая NECA и какая-то там тоже. Спойно с ней. Все, что я знаю, что в этой сборке будет, это руль с космосом. Все, больше есть. Ну, и колеса мы, кстати, поставим новые, потому что, ребята, Генис, они нашли колеса, могли бы, конечно, писаться. Ну, ладно. Мы купим новые колеса. Вот, здесь такой, прям, огромный спектр этих, выбор огромных колес, потому что, вообще, не знаю, их настолько много, что даже газа выдвигается. Прижимная шайба стоит 290 рублей. Я теперь знаю, что нужно проиграть. Зачем вилки служил прижимные шайбе? Так, значит, мы спустя час и с горем по повам разобрались, как работает HIC система. Блин, инженеры с этого сбежали. Вот, теперь нужно притянуть всю эту систему, болтом М8, я, по-моему, здесь не наблюдаю. У меня он был в руках, я его потерял. Но я уже его, вроде, нашел. Нет, М6. Вот, М8, все нашел. Сейчас мы притягиваем, по сути, здесь должно сработать и не должно быть никакого люфта. Компрессия должна появиться. То, не знаю, компрессия, это, типа, сжатие. Вот, мы поджимаем систему и выбираем все люфты. Ну, крутится она, типа, очень сложный. Мне кажется, почему-то пыльник цепляет об деку. Как пыльник будет? Да, надо пробовать другой пыльник. Мы разобрались, почему самокат крутится плохо. Это не мы, дураки, а конструктор Диод. Короче, есть такая тема. Допуски посадки. Здесь есть фаска, которая садится на промпошибник и обеспечивает минимальный зазор. И обеспечивает, ну, то есть, ваша система не должна люфтить. Она должна сюда садиться и должна, ну, обеспечивать нормальную посадку. Здесь неправильно проточили вот эту фаску. И она не садится на пошибник. Она просто пролетает мимо и создает огромное биение в нижнем проме. И поэтому нижний стакан, вот этот стакан, цепляет об вот этот торец детали. Вот видите, он там просто весь сточен. И из-за того, что он цепляет, он не дает нормально крутиться целиком в системе. И поэтому мы с помощью кау-хозинга устанавливаем сейчас такое вот колечко с нормальной уже фаской, именно под 45 градусов. И попробуем затянуть эту хик-систему. Погнали. О, получилось! Теперь это не люфтит и крутится, представляете? Сайф-класс, если бы собрал это в 10 раз быстрее, чем я, и руки у меня как будто я с маза коробку снимал. Либо это, задний дифференциал. Капец. Это все, представляете, из-за данной системы. Ну ладно, погнали дальше, попробуем собрать этот сбор. Ну что, мы затянули компрессию, она не люфтит, нормально крутится. Рассопроглись, в чем были проблемы. Так, ну вот, уже пушкой гонка у меня такой, в 5 лет был самокат. Практически такой. Теперь надо, наверное, затянуть систему, и в целом, а-ля, самокат практически готов. Почему шестигранник 6 не валяешься к шестиграннику? Говорят, чем лучше затягиваешь систему, тем лучше кататься. Вот я уже 2 часа прошел, что-то не знаю, чего-то будет. Может резьба с вами будет? Только как бы будет. На самом деле, все, мы уже весь самокат собрали практически. Сейчас мы перейдем как раз вот к выбору колес. Сейчас прокрутим хотя бы, одну минуту. Слушай, да можно и без колес. Ну, не будем пробовать, полу-портить просто не хотим, а так все, ну и без колес можно кататься. Нормал. Я не знаю, это самого малого. Просто пришел в магазин собрать самокат, устроил тут халок, все, поломал, все, разбил, мы приехали. Мы спешим, позвоним, все ломают, ходят тут. Я не хотел, честно. Говорят, ну ладно. Ну все, разобрались с хик-системой, инженеры гребаные, еле разобрались на самом деле. Скорее всего, это проще. Ну и первый мой опыт сборки самоката на хик-системе. Напоминает, сборка называется для нуждающихся. У кого совсем проблемы, как у меня самокат забыл, я в Москве. А в Калининград летел целенаправленно с ним. Огромный выбор колес. Огромный. Наверное, ни для кого не секрет, что я лично фанат Астек. Я большой фанат Астек. Я бы и трасс взял, в целом прикольные колеса. Но, извините, как бы я просто очень большой фанат Астек. Я, наверное, возьму белые. Вот. Вот эти белые Астек. Очень крутые колеса. Ну, мне не прям сильно нравятся. Поэтому я их установлю себе на самокат. Единственные нормальные детали здесь будут колеса Астек. Новенькие, красивые. Я потом просто их сниму и оставлю себе на самокат. Так что сейчас мы перейдем к установке колес. Думаю, с этим у нас проблем никаких не возникнет. Надеюсь. И вернемся через дверь. Останцы с бубнами, немножко инжиниринга и различных лайфхаков. Лайфхаков мы собрали это ведро с болтами, с гайками, с горем и полом. Единственное, что здесь нормально установлено, это колеса Астек. Колеса Астек, конечно, хорошо, но будущие колеса Рейси куда будут? И это должно ездить. Посмотрим, как это будет ездить в контесте. Ну, попробуем дроп-тест. Практически ничего не люптит, кроме всех деталей. Люптит абсолютно все. Кроме заднего колеса. Ну, почему-то затянулось. Люптит рулевая, люптит переднее колесо. Люптит шкурка, люптят грипсы, люптят баренды. Все абсолютно люптит. Но нам, настоящим стриттерам, ничего не помешает на нас режиме. Потому что люптящие системы, пол беды. Главное, чтобы колеса крутились вместе с рулем. И трюки делались. И, ну, не разбивались на спотах. Так что спасибо магазину Склер Шоп. Спасибо отдельно ребятам из Калининграда, которые позаботились о таком безалаберном человеке, как я, который забыл целых два самоката дома. Но забыл я его целенаправленно. Потому что думаете, будет дождит целыми теми. Ну, все. Отдельный обзор, я думаю, на него снимать смысла нет. Вкратце, что сказать. Билка, ноу-нейм, колеса Астек, дека какая-то, рули с космоса, хит какой-то с комплита, оси откуда-то, рулевая какая-то. Вот такая вот сборка, вот такой вот скутерчек. Все, меньше слов. Погнали, прокатимся с наделом. Субтитры сделал DimaTorzok Я сегодня колеса не взял. Я всегда вожу колеса с собой. Держи. Покажи, молодой, какая-нибудь. Лаки-лаки. Ребята, у нас второй день, третий день подряд снабы. Сделай еще раз так. Ты сильно расстраиваешь? Нет. У меня колеса дома кучут. У тебя провелся колеса дома дома? Да. Я хочу сейчас наградить на этом споте и пойти на следующий. Но прежде чем его закрыть, Порош, ты выиграешь кошелет. Очень крутой за бар-твист. И кто сейчас не засрет? Короче, нужно с этих ступенек сделать два ипапа именно дорожки, друг за другом. Блядь. Кто засрет, тот плохой. Кто не засрет, тот выигрывает. То есть все самое. Нужно тебе привить креативность. Игра на выбывание, пацаны. Нет, нет, нет. Игра на выбывание. Одна попытка. Не сделал, выбываешь. Итак, пока кто самый креативный не сделает эти два ипапа. Получаю тот же приз. Погнали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чуваки, это игра, которая сейчас была с этими трюками. Короче, вы выигрываете два фингер-скута. Стоила эта игра? Стоила трюки. Вот, теперь Маш, достопили турыки на пальцах, получается. Вот это вот сделали такие же ребята, как вы, вот это вот все разломали на моих глазах. В твоей политике, что если все разломано и вот это вот все разломано, то есть надо доломать и все? Я не говорю, что это ты делаешь, это не место для катания, это не нам, это не место для катания. Зачем дурачков у себя строить? Вы же можете куда-то в другое место идти отсюда, просто по-хорошему, ну почему нельзя? Ребята, нас катаются, сейчас когда катаемся и уйдем. Мы вообще не ломаем, ребята уже катаются на методиках. Ребята, я что-то уже взял в лесу, запоминаю, что в прошлый раз это сделал. Просто так, чтобы инфликтовали, развивались. Зачем? 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 Нас прогоняют уже не с первого спота, мы меняем уже три раза для локацию и вот сейчас едем какую-то салфетку. Я пытаюсь минимально разговаривать, потому что я с вами понимаю, что происходит. Сейчас ничего включится, полностью разрежем. И, короче, нормально его провести и уже закончить. Вот какая-то салфетка в Калининграде есть, вот сейчас мы на нее, получается, идем. С одного спота нас благополучно прогнали. Сказали, ребята, здесь кататься нельзя, идите нахи. Так что пока что как-то все проходит вот так. Ну, давайте идем нахием и далее. Так, получается, мы транспортировались, телепортировались, переместились на салфетку. Он так местный спот, он сзади стоит. Ветер сильно мешает. Такая вот тема. Там подкатик и огромный дроп. Я, ребята, предлагаю за дроп получить просто такую реально фишку, а крутую. Но никто не решается. Тут просто в чем прикол. Во-первых, здесь троп метра два с половиной, наверное. Ну, типа, вот лететь, получается, отсюда. Ну, типа, за меня, два с половиной метра. Еще нужно проглядеть вот это вот расстояние, и приземлиться в плашку, и нормально уехать. Я думаю, мало кто рискнет это сделать, потому что это капец. Вот. Давайте посмотрим. Представляете, сколько туда лететь? Ты разгоняешься и в бесконечность прыгаешь. Ну, вот он хочет рискнуть. Будешь рисковать, Соня? Влад, давай ты прыгаешь, я буду слэппить. Ну, страшно, страшно, я понимаю почему. Чем это снимать? О-о-о! Эти-е… О-о-о! Как Williams КОНЕЦ таком виде надо делать какую-то связку еще закончилась связка еще раз показываю, сейчас будет ебнута связка главное успеть снять так подождите, постой, под 10-балльной шкале оценим в комментариях лук данного человека я думаю, да, даже больше, на 8-ку тянешь если еще все ходят, что ты комбинезон ооо, да, вот это вообще просто мам, я выжил, благо я первый раз прыгнул, ничего себе не сломал там ребенок справится, но ничего пишите комментарии, со мной гордитесь все, мы приехали в скейт-парк Калининградский он правда выглядит круто сейчас я у ребят стрельну самокат потому что мой он некатабельный, за рулевой попробую сделать брайфлю, пойдем короче, ребята, простыми словами, обыкновенными, русскими я не смог поставить, потому что не мой самокат это правда, чистая правда но в целом, в целом, брай, это мой любимый друг, я его умею все, идем награждать ребят, тех, которые выделились в режиме да все, идите сюда о, кидайте, о, кидайте вот, кидайте, о, кидайте здорово, привет, преподавал, мы не достаем у нас тут ликер самокаты Кидай! Кидай! Теперь футболку наим! В такой футболке катается Аку! Что это? Что это? Кидай! 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 И один цвет тебя сегодня посолонатил! Позаи это! И вот и кто самый сильный был на то время? Я! Марк! Майксинг! Кидай! Кидай, кстати! Кидай! Кому мульта осталась? Маленький! 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 Первое место, View Crazy Scooters, производство в Москве у нас находится. Владос, ты стихи делал парк, друг, я тебе обещал, ты выигрываешь, друг. Катай себе здоровья. Как-то так, прошли соревнования в Калининграде. Спасибо магазину Square, спасибо всем спонсорам, которые спонсировали данные мероприятия. Спасибо ребятам, которые собрали мне самокат, потому что свой забыл дома. И вообще было очень круто. Подписывайся на канал, ставь класс. И кстати, Калининград, прошу мимо.